Последние наставления перед соревнованиями – это не просто первоклашки. Сегодня это команда настоящих моряков. В День здоровья они с радостью сменили бантики и костюмы на тельняшки и банданы. Команда! Моряки! Наш девиз! Друг за другом мы горой, толково, обычный наш морской! Праздник спорта начинается с торжественной линейки. Поднятие флага, зажжение огня – здесь все как на настоящей Олимпиаде. Огонь соревнований зажигает лучшая спортсменка школы – Екатерина Бонарь. Мастер спорта по художественной гимнастике. Как никто, девушка знает, что значит быть настоящей спортсменкой. В родной школе Катя подает пример малышам, чтобы они тоже полюбили спорт. 13 лет уже занимаюсь художественной гимнастикой. И считаю, что дети тоже должны, особенно девочки, вот мы набираем с 4 лет, чтобы они приходили, занимались. Художественная гимнастика – это такой вид спорта, что развивает грацию, гибкость. Они очень красиво всегда двигаются, улыбаются. Как-то по-другому всегда выглядят. Программа соревнований насыщенная. Для малышей провели веселые старты. Первоклассники проходили увлекательные квесты. Ребята постарше отправились на мастер-класс в школу борьбы. Большая группа детей посетила бассейн Террасполя. Организаторы праздника говорят, мероприятие объединило учителей, ребят и их родителей. В такой день все – большая дружная команда. Они очень счастливы, сегодня все в хорошем настроении. Не надо одевать форму, туфли, банты, косы. Спортивная форма, конечно, и кроссовки – это просто радость. Я считаю, что это и хорошо и для учителей, и для учеников, и для родителей. Потому что сегодня все вместе. У нас общий праздник – День спорта. Здоровье – это самая главная ценность для человека. Поэтому это самое первое, в принципе, что им нужно воспитывать. Обучающихся с самого раннего детства. Потому что не будет здоровья и не будет ничего. Родители очень активно принимают участие, вы можете видеть. У нас очень много родителей в спортивной форме сегодня пришли тоже поддержать своих детей. Сами малыши от праздника здоровья в восторге. Они точно знают, что нужно, чтобы стать первым. Нужно быть как бы уверенным в себе и все получится. Нужно быть командой. Надо быть командой, не ссориться. Мы пингвины, просто класс. Победить попробуй нас. Учителя, а также приглашенные спортсмены рассказывают детям о здоровом образе жизни и знакомят с различными видами спорта. Здоровье школьника в современных, таких непростых условиях, всегда в нашей школе стояло на одном из первых мест. Проводились и педсоветы для педагогов, и для родителей родительские собрания. И ежегодно традиционным мероприятием, которого все дети ждут с удовольствием, и мы тоже с большой радостью, это проведение Дня здоровья. Когда вся школа в этот день становится спортивной площадкой, когда мы выходим. Все, для того, чтобы еще раз узнать, что такое здоровый образ жизни, как нужно вести здоровый образ жизни, проводим классные часы. И такая работа уже имеет свои результаты. 15-я школа воспитала чемпионов, среди которых участник Олимпиады в Рио Виктор Скворцов и серебряный призер Лондона Алексей Каравашков. Екатерина Щеботарь, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.